Противоударный смартфон, который имеет два дисплея, один из которых находится на тыльной части корпуса, и с помощью него можно отвечать на звонки или даже просматривать уведомления, вспоминаем Xiaomi 11 Ultra. Ко всему есть сенсор ночного видения, сенсор на 200 мегапикселей с апертуры 1.6, вы ощущаете? Прямо как последний ZTE Z50S Pro, который у меня был на канале. Смартфон выглядит круто, выполнен из прочных материалов, имеет защиту стандарта IP68, IP69K и MIL-STD810H. Для долгого поддержания работы устройства установлен аккумулятор на 15000 мАч, и это только очень малая часть того, что можно прочесть в рекламе к противоударному смартфону Freei F150 V2 Ultra. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам разумеется расскажу. Как всегда, все максимально подробно. Распаковка. Поставляется смартфон в коробке из плотного картона. Выглядит упаковка интересно, на ней есть название модели, а также ее краткие характеристики. Пакинг хороший, в комплекте мы имеем краткое руководство пользователя, блок питания GAN на 65 Вт с разъемом Type-C, далее есть плетеный кабель для зарядки с Type-C на Type-C, сам противоударный смартфон и защитное стекло. В наличии также гибридный слот под две нано-сим-карты или одну нано-сим-карту и одну карту памяти до 2 терабайт. Габариты устройства 179 на 82 на 20,5 мм, а вес целых 462 грамма. Такой вот кирпичик. Розыгрыши моря, читаем описания какие сейчас актуальны, постоянно это разумеется 5 ми бэндов 7 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого еще разыгрывается Honor Magic 5 Ultimate. Условия все в описании, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылке в описании, там много всего полезного. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к защищенному смартфону. Полетели. Приобрести данную модель можно только в единственной расцветке. Дизайн устройства не такой, как мы привыкли видеть у защищенных смартфонов. Данная модель выглядит привлекательно. Конечно же, полноценно считать данный смартфон противоударным не стоит, так как материалы хоть и прочные, но тыльная часть, выполненная из стекла Corning Gorilla Glass 5 серии, однозначно не столь прочная, как тыльные части у обыкновенных защищенных смартфонов. К слову, с фронта экран также покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 5 серии. Данный смарт можно рассматривать, если вам нужно устройство с емким аккумулятором, хорошей защитой и при этом интересным дизайном. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, а также из части с прорезиненным покрытием. Экран слегка утоплен, углы усиленные, но вот сборка не идеальная, так как на тыльной части виднеется клей или герметизирующее средство. Смартфон тяжелый, однозначно не является тонким, но при этом в руке данная модель лежит комфортно. Плюс есть еще ушки для шнурка. На корпусе расположили разъем для зарядки Type-C, без заглушки, что удобно, кнопкой питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, качели регулировки громкости, программируемую клавишу с тремя видами нажатий, в настройках ко всему можно еще переназначить команды для нажатий. Миниджека нет, как и К-порта. Далее есть микрофоны, один основной динамик и один разговорный. Звучание здесь моно, что разумеется fail, и это плохо, но качество звучания не совсем плохое. Вибромотор тактильно не ужасный, но не настраиваемый. Светового индикатора, к сожалению, нет, но данная модель оснащена вторым мини-дисплеем на тыльной части корпуса рядом с блоком камер. О нем я расскажу слегка позже. Летим дальше. Смартфон оснащен IPS-дисплеем на 6,8 дюйма с разрешением 2460 на 1080 пикселей. Рамки и подбородок небольшие, за что плюс, как и за то, что в этой модели вырез под фронтальную камеру не каплевидный. Плотность пикселей 395 ppi, что очень даже хорошо. При прямом попадании света на экран яркости не сказал бы, что достаточно, но в солнечный день пользоваться смартфоном в принципе можно. Автояркость отрабатывает быстро и корректно. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, также на выбор есть автоматический режим 90 и 60 Гц. Мультитач на борту экран спокойно откликается на 10 касаний. Тест на частоту дискретизации касаний вы видите на экране, результат неплохой. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки распознавания лиц и стандартными способами. Сканер отпечатков пальцев работает отлично, как и распознавание лиц. Завести один и тот же отпечаток пальца несколько раз можно, но это сделать сложно. Завести биометрические данные можно только одного лица. На борту также есть различные вспомогательные функции, подводный режим для фото и видеосъемки, режим рации, режим в перчатках, сумка с инструментами, где можно найти измеритель шума, компас, фонарик, отвес, барометр, шагомер и так далее. FM радио работает только с наушниками, при этом напомню, что миниджека здесь нет. Мини дисплей на 1,1 дюйма расположили на тыльной части корпуса, благодаря системе управления жестами можно отвечать на вызовы или сбрасывать их, просматривать уведомления, время и не только. На выборы есть несколько, так скажем, циферблатов, выглядят они интересно, все функции экрана настраиваются в настройках, сам экранчик в использовании не сказал бы, что удобный, так как он не всегда откликается на жесты. Процессор здесь Mediatek Helio G99, да, такое ощущение, что их миллиард просто выпустили этих процессоров и теперь везде пихают. С техпроцессом 6 нанометров и 8 ядрами, максимальная частота которого 2,2 ГГц, графический процессор RM Mali-G57MC2, интерфейс Android 13. Русский язык, разумеется, на борту, система за время моего использования показала себя достойной, интерфейс работает плавно и микрофризы встречаются редко. Далее, оперативная память здесь LPDDR4X, внутренняя память UFS 2.2 на 256 ГБ, имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, поддержка 5G сети отсутствует, а для 4G есть 7-й 20-й бенд. Связь смартфон ловит отлично, проблем с датчиком приближения у меня не было, как и не было проблем с микрофоном. Bluetooth версии 5.2, что неплохо, NFC модуль в наличии, мерпей встает без проблем. GPS-тест в городских условиях показывает точность 1-2 метра, емкость аккумулятора 15000 мАч, смартфон поддерживает быструю зарядку на 65 Вт, полный цикл зарядки от родного адаптера питания от 0 до 100, занимает 1 час 45 минут, что довольно быстро. Как Powerbank использовать V2 Ultra можно, что очевидно, в PC-марке устройство выдало великолепные 21 час 53 минуты, тест я проводил на 100% яркости со 120 герцовым экраном. Поедает за час просмотра видео на ютюбе на максимальной яркости по Wi-Fi всего 3%, за час игры в PUBG Mobile улетает 7%, разумеется тяжелые игры ему даются с трудом, в Genshin Impact для примера играть вообще невозможно, а в PUBG играть можно, но не комфортно, только на минималках комфортно. Плюс за то, что смартфон не сбрасывает яркость и не перегревается. Перейдем же к тестам. Троттлинг-тест он проходит стабильно, 176 гипсов минимально, 202 гипсов в среднем и 207 гипсов максимально. Тест я проводил на 100 потоках при 30 минутах, в Geekbench 6 в сингл-коре 746 и в мультикоре 2080. 3D Mark показал SlingShot Extreme 2597, SlingShot 3555, Wild Life Stress Test 1247, Wild Life 1152, Wild Life Extreme Stress Test 349, Wild Life Extreme 346. В Antutu выдал результат для этого процессоров 423 тысячи попугаев. Неплохой, я бы даже сказал хороший, потратив всего 1% заряда. Storage Test показал отличные цифры для данного типа памяти 46 тысяч баллов. 45-минутный стресс-тест прошел не идеально, но неплохо. Помним, что это Helio. Смартфон имеет степень защиты IP68, IP69K и MIL-STD 810H. Я изначально не хотел проверять его на противоударность, но в итоге решился пару раз его бросить на асфальт с высоты около метра. После чего на нем появились царапины, как глубокие, так и не очень. Но тыльное стекло не треснуло. В целом, как и фронтальное, только защитное стекло слегка пострадало. До того, как его бросать, я тестировал данную модель на водонепроницаемость. Разумеется, исход, я думаю, очевиден. Воды он не боится. Смартфон функционирует в штатном режиме. Конечно же, если он упадет на камень тыльной частью, то стекло, скорее всего, треснет. Но, несмотря на это, данные тесты он прошел. Притом не погиб, как вы видите. Слегка только косметические проблемы у него появились. Основной блок камер с тыльной части состоит из двух сенсоров и тройной LED вспышки. Основной сенсор на 200 Мп и сенсор на 64 Мп с датчиками для ночного видения. Запись видео с основного сенсора доступна в максимальном разрешении 1080p 30fps. Фронтальный сенсор на 32 Мп. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30fps. В стоке достаточно различных режимов и вспомогательных функций. Качество фото-видеосъемки для противоударного смарта, как по мне, неплохое. Но переключение между режимами в приложении камера происходит долго. Автофокус работает некорректно. Сенсор с 200 Мп камерой не работает. С него можно фотографировать, но фото сами не сохраняются. У меня уже такая история была. Наверное, с прошивками допилят. Но вот он вам третий эшелон. А также из-за стекла остальные части фото и видео получаются мыльными. Всегда необходимо тщательно протирать стекло. Плюс за сенсор для ночной съемки. Короткие примеры вы уже увидели. В принципе, далее. Минусы. Это сенсор на 200 Мп у меня не работает. Миниэкран не всегда откликается на жесты. Нет цветового индикатора. Нет миниджека. Качество динамика не радует. Ко всему нет стерео. Радио только с наушниками. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи. И мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Всем, кто посмотрел данный ролик, огромное спасибо. Знайте, вы помогаете проекту. Посмотрите еще на лайв-канале. Там много интересного контента, посвященного смартфонам с тестами. Резюмирую. F-150 V2 Ultra. Как по мне, очередной интересный смартфон от данного производителя. Прошлый, кстати, был очень даже удачный. Конечно, подобное устройство покупают люди, которые знают, зачем именно им защищенный смарт. Но я бы предпочел купить обычный смартфон плюс защищенный бампер для него. Но это будет стоить дороже. Плюс данная модель имеет ряд минусов в функционале, которые так сильно рекламируют сам производитель. И так, как вы знаете, все минусы данного аппарата, от меня девайса максимально скромная, да. Потому что я не думаю, что даже если бы эта камера работала, она бы давала какие-то фантасмагорические снимки. 200 мегапикселей – это только цифры. И мы это много раз видели. И у Realme тоже, и у Xiaomi, и еще много у кого. Напишите, кстати, в комментах, у кого-нибудь когда-нибудь были защищенные смартфоны? И вы остались на них или перешли на обычные с бамперами? Еще раз огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.